Много раз видел сюжеты, наверняка и вы тоже, о том, что в разных городах есть рынки, на которых торгуют продуктами с истекшим сроком годности. Покупатели обычно говорят в кадре, что ничего не боятся, потому что эти сроки устанавливают с запасом, зато цена очень радует. Мы решили разобраться, а как вообще производители устанавливают сроки годности? Стоит ли верить тому, что написано на этикетке? И всегда ли надо выбрасывать то, что просрочно? Рынки-просрочки найти несложно, их немало и в Москве. Вот этот, к примеру, всего в 10 минутах езды от Кремля. Свежестью тут, прямо скажем, не пахнет. В обычных коробках зачастую прямо на грязной улице, безо всяких холодильников, хранятся колбасы, молочные продукты, полуфабрикаты. Ассортимент, как в крупном гипермаркете, но цены со скидкой в 80%. Не подскажите, почему у нас дешевый такой майонез? Покой, что ли? Почему дешевый такой майонез? С правдостью закончился. С правдостью закончился? А его еще можно есть? Конечно. Покупатели в основном пожилые люди. Пряча взгляд, они признаются на пенсии недобрезгливости. Светлана Васильева – одна из тех, кто не может спокойно пройти мимо таких рынков с душком. В 2010-м она вместе с единомышленниками создала организацию потребителей. Говорит, борьба с продавцами просрочки – ее гражданская позиция. Активисты отмечают, что за последние годы просроченных продуктов в продаже стало меньше. Но есть отдельные точки, где ситуация не меняется. Тут вообще хитрые, смотри. Был 15-й год, стал 16-м. Маркером так рисовали. Мне кажется, гелевой ручкой. Продавцам просроченных продуктов, конечно, не нравится, когда в их бизнес суют нос. И они готовы с кулаками отстаивать свою торговлю. Не трогайте! Не трогайте его! Что вы не украсаетесь, а? Все, вы не закройте палатку, поняли? Рот, не лезь! Не лезь! Не лезь! В драку с активистами, конечно, лезут не все. Бывают и забавные случаи. Вот это просроченные продукты. Нет, здесь нормально все. Покажи, что это нормально. Конечно, все. Давайте откроем. Вот он, нормально. На! Вот, смотри, снимай. Приятного аппетита! Давай, давай. Покажи, пеки! Покажи, все в порядке! Покажи, пеки! Вкусно? Вообще супер! А в одном из магазинов Липецка продавцы даже особо и не скрывают, что просроченный сыр каждое утро упаковывают в пленку со свежей даты. То есть этот сыр должен фасовываться каждый день? Он должен был утилизироваться, если у нас что-то прошло, он должен утилизироваться по сути, по закону, так ведь? У нас ничего не утилизировано. Понятно. Что же происходит со здоровьем у тех, кто употребляет такие продукты регулярно? Мы купили на рынке сметану, просроченную на один день, а также сосиски, творог и майонез, которые нельзя было продавать уже полтора месяца. Срок годности консервированной фасоли нам и вовсе установить не удалось. Заводская маркировка была стерта. О результатах анализов расскажем совсем скоро. Наверняка они заинтересуют и тех, кто еду, нередко прозроченную, предпочитает не покупать, а брать вообще бесплатно. Как говорят эти люди, к магазинам нужно подходить с правильной стороны. И, как вы уже догадались, не с парадной. Соус сливочный, чесночный, срок годности выходит завтра утром. То есть, в принципе, его можно в пище употреблять, поэтому берем. Скумбрия, срок годности до послезавтра. Поэтому тоже берем. Обиток в самороде. Эти трое парней около года назад примкнули к движению фриганов. От английского free – свободный, бесплатный. Суть их идеологии – отрицание принципов потребительства. Зачем покупать, если можно взять бесплатно? Мои родители вначале, конечно, с опаской к этому отнеслись. То, что я могу пищевым отравлением как бы заболеть, еще что-то может быть, как бы, что мало ли это незаконно, возможно, могу нарваться. А потом, когда я дал им этой еды попробовать, и они поняли, что она, по сути, ничем не отличается от магазинной, то они, наоборот, стали, ну, конечно, не отправлять меня туда за едой, но спрашивать там, когда пойдешь, что принесешь. Московские фриганы говорят, что находили и мраморную говядину, и осетрину, и дорогой швейцарский сыр. Почему-то магазины частенько выбрасывают свежие ананасы и почти всегда хлеб. Есть даже сайт, где все желающие могут обменять одни найденные продукты на другие. К примеру, если кто-то нашел 50 упаковок кетчупа или майонеза, и самому столько не съесть. Что удивительно, по словам ребят, никто ни разу не отравился. Вот таких вот йогуртов, они хранятся долго, потому что там внутри, конечно же, одна химия. Я ел, когда на два месяца просроченный йогурт, и ничего, то же самое, съедобное. Как нам объяснили в Росприроднадзоре, выбрасывать продукты так, на помойку, магазины вообще-то не имеют права. Они обязаны вывозить все на утилизацию. Только вокруг Москвы есть несколько мусоросжигающих заводов. Директор одного из них с радостью согласился показать нам, как происходит этот процесс. Но за время подготовки сюжета ни один магазин свои отходы так и не привез. Это и неудивительно, за утилизацию нужно платить. Куда проще просто выбросить все в мусорный контейнер. Риск, что поймают и накажут, видимо, не очень велик. Но нас интересует другое. Можно ли считать не сильно просроченную еду безопасной? Чем рискуют пенсионеры, покупая такие продукты? И фреганы, питающиеся деликатесами с помойки? Вот еще ситуация. Популярный кулинарный блогер и друг нашей программы Макс Брандт в одном из своих путешествий по Ленинградской области нашел настоящий тайник с запасами в заброшенном бункере. Черный байховый чай, грузинский СССР, батумская чай, развесочная фабрика. Даты изготовления на упаковке нет. Но, судя по всему, этому чаю около 30 лет. Сразу выпить чашечку напитка, родом из страны, которой уже нет, Макс не рискнул. Ведь просроченный чай может накапливать опасные для жизни афлотоксины. Мы сдали этот неплохо выглядящий чай на исследование в лабораторию, допущенную к определению нужного нам параметра Федеральной службой по аккредитации. Превратился ли чай за 30 лет из целебного напитка в яд? С каким запасом на самом деле устанавливают сроки годности? Ответы уже во второй части расследования. Обязательно дождитесь, впереди еще много интересного. В эфире «Еда живая и мертвая». Программа, в которой я, Сергей Малоземов, выясняю, что вредно, а что полезно. Что в переводе на практический язык означают сроки годности продуктов? Чем рискуют те, кто покупает и ест просрочку? И всегда ли обязательно выбрасывать то, у чего вышла дата? Это тема расследования недели, и прямо сейчас его завершающая часть. Вот что было в начале программы. На рынках просроченных продуктов по всей России торгуют тем, чей срок уже вышел. И постоянные покупатели говорят, что на здоровье не жалуются, ведь сроки годности, по их мнению, устанавливают с запасом. Мы сдали на анализ несколько образцов продуктов, закупленных там. Результаты совсем скоро. А еще в лаборатории исследовали необычную находку блогера Макса Бранта, обнаруженный в бункере грузинский чай, которому около 30 лет. Интересно, но ничего угрожающего эксперты не нашли. По показателю безопасности афлотоксин, конкретно по этому показателю, он безопасен. Конечно, за время хранения больше половины чайных листочков рассыпалось в пыль, что недопустимо для чая первого сорта. Но в целом он оказался вполне пригоден для питья. Чай старше меня, поэтому я бы с удовольствием его попробовал, даже если он не такой вкусный, как 30 лет назад. Нет вот этой, как говорится, свежести, нет вот этого аромата. То есть это удивительно. Я люблю получать новые вкусы, и я его получаю. Это супер. Удивительно, но и исследование просроченных сметаны, творога, сосисок, майонеза и консервированной фасоли не дало никаких тревожных результатов. Все ключевые показатели, патогенные микроорганизмы, плесень, дрожжи – все в пределах допустимой нормы. Даже несмотря на то, что срок кое-где был превышен на полтора месяца. Как же так? Разгадка в правилах установления сроков годности. И дело вовсе не в том, что их якобы занижают специально, чтобы мы больше покупали и, соответственно, больше тратили. Авторитетная комиссия проверяет изменения вкуса, запаха, консистенции продукта. Проверяются показатели, которые мы называем физико-химические. Когда устанавливается предельный срок, когда эти показатели приходят в негодность, это будет, так сказать, тем конечным сроком для данного продукта. Затем вводятся поправочные коэффициенты, которые уменьшают этот срок до того, который будет указан на упаковке. Например, для продуктов, которые хранятся до 7 суток, время сокращают в полтора раза. Для продуктов со сроком от 7 до 30 суток уменьшают на треть. Если изначально больше месяца, то делят на 1,2. То есть, когда вы видите на упаковке срок годности трое суток, это значит, что продукт на испытаниях хранили 5 дней и только на 6-й заметили явные признаки порчи. Запас в 2 дня – своего рода подушка безопасности для потребителя. Гарантия качества, даже если продукт хранят не в идеальных условиях. Иногда срок годности вообще устанавливают не из соображений безопасности. Как говорят технологи, у некоторых продуктов спустя определенное время просто меняются вкус или текстура. Вы не ощутите того аромата или уже не будет кремовой консистенции, которые должны присутствовать. Так, например, обстоит дело с вологодским маслом. Вкусовые ароматические вещества в вологодском масле способны с течением времени улетучиваться, уходить из продукта. Именно поэтому вологодское масло всегда хранится меньше, чем любой другой вид сливочного масла. Но есть и другие примеры, когда превышение срока даже на один день может привести к тяжелому отравлению. Так случилось с Никитой, который забежал вечером в магазин за тортом и, не глядя на дату, купил первый, что попался на глаза. Было прям реально плохо. Мне колбасило весь вечер. Прям вот рвало ужас. Утром уже, когда я смекнул, что, скорее всего, это торт, я посмотрел срок годности и увидел, что по факту торт был просрочен на один день. И Никита еще легко отделался. Врач-инфекционист Маргарита Нагибина вспоминает случай, когда ее пациент отравился курицей гриль. Началась многократная рвота. 15 раз. И тот думал, что справится. А уже ночью, когда начался понос, то к утру его жена нашла в туалете без сознания, вызвала скорую помощь. Он поступил в стационар. Осложнение было инфекционно-токсический шок. Это очень грозное осложнение, которое потенциально вообще может привести к летальному исходу даже. Конечно, отравиться можно не только старыми продуктами. Но именно после окончания срока годности или при неправильном хранении максимален риск того, что опасные бактерии начнут неконтролируемо размножаться. И тогда расклад на будущее может быть уже не в вашу пользу. Ведь тяжесть заболевания прямо зависит от количества патогенных бактерий, попавших в организм. У нас были бабушки, которые там к лету пасхальные яйца доедали. Гарантийный срок хранения, ну как бы он и является гарантийным, что эти нежелательные явления не будут развиваться. Поэтому здесь, когда срок годности уже прошел, здесь возникает множество неконтролируемых факторов, которые трудно уследить по настоящему времени. Мы попросили профессора Московского государственного университета пищевых производств Георгия Дубцова составить своего рода рейтинг самых опасных просроченных продуктов и тех, которые можно не торопиться выбрасывать. Естественно, самыми опасными для хранения являются продукты животноводства. Поэтому, скажем, мясные продукты с просроченным сроком годности я бы вообще не рекомендовал использовать. Всю вторую ступень занимают просроченные молочные продукты. И даже в первую очередь именно сметана, потому что она не является продуктом стерильным, стерилизованным. То есть в нем возможно развитие микроорганизмов. На третьей – хлеб из-за быстрого развития плесени. А вот в числе относительно безопасных продуктов – консервы. С ними бывают совсем экстремальные случаи. В 1973-м на полуострове Таймыр экспедиция Дмитрия Шпаро обнаружила склад продовольствия знаменитого полярного исследователя Эдуарда Толля. Консервированные щи с мясом оказались вполне съедобными, пролежав в земле больше века. Ну и вершину занимают зерновые продукты. Это макаронные изделия. Влажность макаронных изделий очень невысокая. Это по существу хлебный консерв. Влажность здесь 11-13%. Это влага недоступна микроорганизмам. В макаронах нет жирового продукта, жирового сырья, поэтому не происходит прогоркание. Поэтому макаронные изделия могут храниться достаточно долго. Ну и рядом с макаронными изделиями свое место занимают и крупы. Личный выбор профессора Дубцова – все-таки не употреблять в пищу никакие продукты после истечения срока годности. Да, они могут оказаться безопасными, а могут и не оказаться. Шансы, что вы не отравитесь, есть. Но алгоритм везения просчитать невозможно. Это как игра в рулетку, только на кону здоровье и, конечно, деньги, которые в случае проигрыша вы все же потратите только уже на лекарства.